Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Более 600 заболевших и 17 погибших. Коронавирус из Китая превратился в мировую угрозу. На наличие инфекции проверяют приезжих и в аэропорту Махачкалы. В эти дни 75 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Мероприятие, посвященное этой трагической дате, в летописи войны прошло в Махачкале. В Дагестане усилен контроль на границе из-за эпидемии коронавируса в Китае. Отмечается, что у всех прибывающих пассажиров в аэропорту и морском порту Махачкалы сотрудники Роспотребнадзора республики проверяют на наличие опасной инфекции. Отметим, вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Коронавирус поражает дыхательные пути, пищеварительную и нервную систему, сердце, печень, почки и глаза. На сегодняшний день уже более 600 заболевших и 17 погибших из-за этой болезни. Случаи заболевания зафиксированы также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Экипажи ракетных и малых артиллерийских кораблей Каспийской флотилии выполнили учебно-боевые задачи на морских полигонах. Моряки отразили налет авиации условного противника с использованием артиллерийского корабельного вооружения. Также было слаженно организовано управление средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов воздушного нападения и осуществлено уничтожение плавающих мин. Личный состав артиллерийской установки по местам учебной тревоги. Всего на территории Республики Дагестан и Астраханской области в проведении плановых мероприятий по совершенствованию боевой подготовки было задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения флотилии, свыше 200 единиц боевой техники и полторы тысячи военнослужащих. Годовщина события, положившего конец одному из самых трагических периодов Великой Отечественной войны, отмечается в нашей стране. В эти дни, 75 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда. В рамках мероприятия, организованного Министерством национальной политики и делам религии Дагестана, его устроители поздравили блокадниц с памятной датой и продемонстрировали фильм об осаде легендарного города, ставшей одной из самых длительных и трагических за все время существования человечества. «Наша нынешняя молодежь должна, прежде всего, любить свою родину, свой край, свой народ. И помня вот эти военные, не помня, а зная в эти военные годы, решение блокаду Ленинграда, когда за кусок хлеба, все это, мир, надо беречь с молоду, вот так любить свой народ, свой край, быть дружными, грамотными, учиться, строить мир как можно лучше». «Дело в том, что сегодня в мире происходит искажение, фальсификация результатов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, роли различных государств в победу в этой войне. Особенно стараются принизить роль Советского Союза, Советского народа в восстановлении нашей победы. Поэтому такие мероприятия нужны». Между тем, Германия выделит 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда. Средства передадут Москве в качестве гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников. Основная часть из них пойдет на модернизацию Петербургского госпиталя ветеранов войн. На эти же деньги в городе создадут Международный центр встреч. Поддержать конкретную больницу решили, потому что именно в госпитале ежегодно лечатся около 35 тысяч человек, в том числе ветераны Великой Отечественной. И специалистам там требуется новейшее оборудование. При этом около 10% от общей суммы гуманитарного жеста используют на социально-культурные нужды. В Берлине подчеркнули это еще одно свидетельство того, что Германия осознает свою историческую ответственность за те события. Дагестанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 92 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на прошедшем совещании по итогам деятельности таможенных органов республики за прошедший год. По словам руководителя ведомства, отмечен также и рост объемов взысканных с должников средств. Предпринятые меры позволили таможне изъять более 260 миллионов рублей. Кроме того, подразделением правоохранительного блока возбуждено 5 уголовных дел и около 900 дел об административных правонарушениях. В основном они были связаны с перевозом наркотических средств, а также контрафактной продукцией. Примечательно, что по итогам работы за 2019 год Дагестанская таможня признана лучшей среди таможен Северокавказского таможенного управления. Власти столицы направят на ремонт улиц Махачкалы 680 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более всего дорог отремонтируют в Кировском районе столицы. На ремонт 38 автодорог здесь потратят 312 миллионов рублей. Обновят автомобильные трассы и в других районах Махачкалы. Так, в Ленинском районе будет проведен ремонт 19 дорог. Кроме того, на 67 участках заменят светофоры, дорожные знаки, информационные щиты и прочее. Внимательнее относиться друг к другу призывают автоинспекторы ГИБДД всех участников дорожного движения. В связи с тем, что участились случаи нарушения правил как водителями, так и пешеходами, сотрудники госавтоинспекции провели рейд под названием «Пешеходный переход». «С начала года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, количество погибших и раненых в этих происшествиях на территории города Махачкала. В связи с участиющимися наездами на пешеходов и с ростом аварийности, ГИБДД города Махачкалы проводит профилактические мероприятия с пешеходами. В рамках этой акции пешеходам раздаются профилактические буклеты с профилактическими текстами. В данных мероприятиях принимают участие также и юные инспекторы дорожного движения». Полицейские напоминают всем участникам дорожного движения быть взаимовежливыми, ведь от разумного поведения каждого человека за рулем или на пешеходном переходе зависит чья-то жизнь и здоровье. «Совместно с юными инспекторами дорожного движения у нас идет акция, мы раздаем листовки, памятки участникам дорожного движения, чтобы участники соблюдали правила дорожного движения». В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» прошла экскурсия по ДНК-лаборатории МВД Республики Дагестан для учащихся филиала Санкт-Петербургского полицейского колледжа в городе Каспийске. Их ознакомили с методами поиска людей с помощью генетического материала, рассказали о предназначении каждого из кабинетов и продемонстрировали работу специального оборудования. Было отмечено, что благодаря новейшим технологиям для установления личности человека специалистам достаточно лишь небольшого количества слюны. Также студентам привели примеры из практики, когда работа ДНК-лаборатории оказывала помощь следствию в раскрытии, казалось бы, самых безнадежных дел. Акция проходила с целью дать возможность студентам на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. Очень важно проводить такие встречи, потому что студенты получают какой-то жизненный опыт, сталкиваются с чем-то новым в своей жизни, что им может пригодиться в их дальнейшей профессии, потому что это все проходит в рамках всероссийской акции. Студенческий десант, эта акция проводится ежегодно, и поэтому мы каждый раз активно принимаем участие в этой акции. И каждый раз нам здесь проводят экскурсии, очень бывает всегда интересно здесь, и очень полезно получают они. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания.